Добрый день, это программа Парадокс, я ведущий Степан Димура, телефон студии 6510996, код города 495. Звоните, задайте вопросы. Сегодня мы продолжаем тему алкоголизации страны и вообще что такое алкоголизм. У нас снова в гостях Олег Пархоменко, психиатр-нарколог, ведущий врач клиники РАСА. Добрый день, Олег. Спасибо, что пришли. В прошлой передаче, насколько я понимаю, всем стало ясно, что на самом деле алкоголизм очень опасное заболевание. И все те разговоры о том, что нужно пить качественный алкоголь, они мягко уже несостоятельны и лучше от этого не остановятся. Хотя многие почему-то считают, что если алкоголь качественный, то от него ничего не будет. И второе, самое страшное, что мы выяснили, вот я просто поспрашивал своих знакомых. Это признаки алкоголизма, о которых нам рассказал Олег Викторович. А именно, если у вас была хотя бы один раз потеря памяти или утром после хорошего похмелья у вас алкоголь не вызывает отвращения, то, извините, вы уже алкоголик. Правильно говорю? Законы природы не изменились со дня нашей последней встречи Степана Геннадьевича. Поэтому да, у алкоголизма как было два признака, так и осталось. Это единственный провал памяти. И когда вместо того, чтобы глаза мои не смотрели на алкоголь, хочется выпить, чтобы жить, если даже не выпила, только хочется, это алкоголизм без всяких яких. Это начало хронического, прогрессирующего, неизлечимого заболевания. Кроме того, что сам алкоголизм за последние 100 или 200 лет не поменял типов своего течения, мы можем с сожалению большим осознавать, что победоносное шествие алкоголизма по нашей стране, конечно же, продолжается. Тут ведь все это понимают, но не присваивают себе события болезни. У нас же нет цели заловить кого-то, обличить или ярлык повесить алкоголика. Но ведь мы привыкли к лукавым совершенно аргументам в пользу того, что пить надо продолжать. Это избитые ссылки Владимира Красносолнышка, который якобы сказал, что веселье на Руси есть пить. Это кощунственные ссылки на писание, на чудо Каны Галилейской или Тайную вечерю. Все что угодно, и оправдывается это якобы традициями. Но пандемия, пандемия алкоголизма, то есть все общество поражено, это беда большая. Ведь представьте себе, если бы не приведи, господи, чума или оспа или холера вдруг, ну приняли бы меры какие-то, оградили, уничтожали бы очаги поражения, гарантируем, принимали все меры, если сил хватит. Там просто люди быстро умирают и у всех на глазах. У всех видно это, да. А это некая отсроченная смерть. Отсроченная смерть, и это занимает, ну какой-то период времени, там 10, 15, 20 лет. Но тем не менее, понимая, что мужчины сейчас страдающие алкоголизмом, да и женщины, ведь не бывает туберкулеза или сифилиса женского и мужского, ровно тоже можно отнести к алкогольной болезни. Ведь до 50 лет еле дотягивают, и то все в руинах, понимаете. Вот представим себе, что там на закате Советского Союза, если группа инвалидности назначалась по поводу слабоумия алкогольного, то это было предметом разбирательства на уровне, скажем, райкома партии. Как беременность там у малолетней девочки, понимаете. Разбираясь, как же так произошло, сейчас не с числа алкоголиков, которые нуждаются в социальной защите, которые уже ничего не могут делать, и не обязательно они заблудыги. Это люди, которые утратившие разум, это с теми повреждениями, которые дает алкоголь. Кстати, доживают туда как раз до необратимых повреждений, именно доживают люди из социально защищенного слоя населения, которые имеют возможность лечиться, но по той или иной причине не расстаются, или нам не удается их, так сказать, разлучить с алкогольной болезнью. Огромное количество. Это очень инвалидизирующее заболевание. Ну, если у нас, также на связи к нам присоединяется Вадим Дробис, директор Центра исследований федерального и регионального рынков. Добрый день, Вадим. Добрый день. Рынков алкоголя, я полагаю, да? Да. То есть вы змей зеленый. Кое вы надо в самое сердце нам поразить. Я отвечаю, как раз, вот, скажем так, ну, в какой-то степени, может быть, в интересах бизнеса, но бизнес должен понимать, как ему развиваться, как будут социально-экономические условия влиять на структуру, культуру потребления алкоголя и что вообще делать бизнесу в этих условиях, легальному, по крайней мере. Понятно. Ну, вот, у меня вопрос следующий. Ну, хорошо, это приводит, на самом деле, к серьезным экономическим проблемам, потому что у нас и так населения не особо хватает, и плюс мы получаем огромную армию работников, которые, ну, не совсем в состоянии выполнять свою работу. Вопрос тогда. Если у нас постоянно говорится о том, что нация и страна в опасности, существует угроза потери политической, экономической самостоятельности и тому подобное, и есть такая пандемия, почему с ней вообще никто не борется? Или существует, скажем так, некая негласная установка на то, чтобы страну надо полностью спить? На самом деле, на самом деле... У меня создается такое впечатление. Вот, я скажу, что на самом деле есть государственная политика, которая направлена против алкоголизма. Она недостаточно резка. Пока из известных направлений это инициация закона о ограничении возраста, возможности купить спиртные напитки до 21 года. Сейчас 18, по-моему, да? Ну, сейчас 18, да, до 21 года. Хорошая инициатива. Но я хочу в этой связи напомнить, что в будущем году у нас не только Олимпиада в Сочи будет, или в этом году не только 20 лет Газпрому исполняется. В будущем году юбилей замечательный у нас будет, столетие принятия сухого закона, понимаете? И в этой связи можно вспомнить такие имена. Вадим, секундочку, да, с удовольствием. Слышу вас опять. Челышев и Черевинский, такие депутаты Государственной Думы, которые упорно говорили на каждом заседании о том, как необходим сухой закон. Ведь что стало последней каплей для принятия закона? Не надвигавшаяся война. А вдруг посчитали, что население за 30 лет, там, с 1882 по 12 год увеличилось на 20%, а производство спиртного на 130, понимаете? И это явилось решающим в принятии сухого закона, понимаете? И как долго он действовал? Ну, он действовал большевики, потом его отменили через 10 дней. Там время-то была смутная резня, понимаете? Но за те полгода, пока, за год почти, пока, собственно, народ-то не погрузился в военную нищету, а отчетливо получили улучшение качества жизни, снизилась преступность, поножовщина, понимаете? У топленников стало меньше. Их считали очень хорошо. Гибели на пожарах, бытовых преступлений, событий безумия, вот такого вот, за которое потом приходится в каторгу-то идти. Их стало в разы меньше, понимаете? Все почувствовали это. У нас ведь всегда есть... Я не человек бизнеса, понимаете? Я могу только ссылками оперировать, но я знаю, тут буду как финансовый друг отечества выступать, понимаете? Что на рубль-то прибыли, мы имеем 6 рублей убытка. Только рубль мы имеем в сию секунду, а 6 рублей убытка потом, понимаете? Ну, это же естественно. Понимаете, рубль сегодня вывели на Кипр. Ну, так, шутка. А зачем думать о завтрашнем дне? У нас почему-то никто о завтрашнем дне не думает. У вас не складывается такое впечатление? Ну, о завтрашнем дне? Нет, не складывается, конечно. Они, конечно, думают у нас о завтрашнем дне. И, в общем-то, становится все более понятно, что промедление смерти подобно. Потому как ведь алкоголизм, пока он приведет к смерти, он же огромное разрушительное действие производит. Люди ненаучаемы, ненаучаемы. Ведь он не может научиться не только быть трезвым, он не может научиться какому-то продвижению в работе, он не может совершить маневр в какой-то своей личной жизни, он не может практически ничего, формально оставаясь вроде бы адекватным. Ведь у нас опять тут обывательские всякие аргументы. Он алкоголик, но не пьянь, понимаете? Он позволяет себе выпить, но пьет что-то хорошее. Он культурно пьет. Он культурно пьет, да. Когда сформировался алкоголизм, речь о культуре уже не идет вообще. Если у нас был ведь при Советском Союзе, пресно памятное, возраст начала употребления алкоголя где-то 15-16 лет, то сейчас ниже 12 приобщаются к алкоголю. То есть мы просто, в принципе, производим ненаучаемых людей. Это мы... Нет, у нас времени темы наркотиков касаться. Ну, давайте к мнению авторитетного европейского журнала медицинского Lancet, давайте к нему обратимся. Что же он нам говорит? Что алкоголь по своей опасности и своим последствиям, он в тройку практически входит сильнейших наркотиков. То есть героин, крэк, это призовые два первых места, и он третье делит с метамфетаминами, понимаете? Но те-то нелегальные продукты, понимаете, то нельзя производить. А алкоголь по своей интенсивности, подобной психической ядерной бомбе, это, пожалуйста, тебе все это производится. Да, интересно, потому что получается так, что у нас борются с курением, да, и даже те же американцы очень активно наезжают на производителей табака, а вот с алкогольным почему-то никто не борется. Вот странно, Вадим, вот как вы считаете? Ну, вот смотрите, чтобы была понятна позиция. В алкогольном бизнесе нет сторонников алкоголизации населения. Как это может быть для многих непарадоксально? Вадим, извините, пожалуйста, у нас, мы должны уйти на новостной перерыв. Снова в эфире «Парадокс». Я ведусь Степан Димур, у нас в гостях Олег Викторович Пархоменко, психиатр-нарколог, ведущий врач клиники РОСА, и Вадим Дробиц, директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя. Вадим, вот вопрос хотелось бы вам задать сразу. Какова рентабельность бизнеса? Вы знаете, не более чем в легальном бизнесе, ну не более 20%, я вам честно скажу. А в нелегальном? Ну, там по-разному, там может и до 40, и до 50 доходить, и быть выше. Просто дело в том, что если взять самую дешевую бутылку водки, ну вот она сегодня стоит 170 рублей, государственных налогов там больше 110 рублей. Вот и считайте, тот, кто производит нелегально, грубо говоря, он делится со всей товаропроводящей цепочкой. От производителя до контролирующих органов, чиновников и так далее. Все-таки хотел бы ответить на тот вот вопрос, который я начал, или, так сказать, положение. Дело в том, что, как ни парадоксально, у вас передача звучит интересно, именно парадоксально, что как раз легальный алкогольный бизнес, он не заинтересован в алкоголизации населения, или в избыточной алкоголизации. Он заинтересован в умеренном потреблении, и по ряду причин. Первое, это чисто экономическое. Дело в том, что алкоголик, как правило, очень быстро уходит с легального алкоголя на суррогаты, на нелегальную суррогатную продукцию. Деградирует, и, в общем-то, гораздо интереснее алкогольному бизнесу иметь, как на Западе потребителя вина, пусть он до 90 лет пьет, там, по бокалу два вина в день. Это гораздо выгоднее. А второе, чисто социальное, все мы живем в России, и отталкивающий вид, так сказать, алкоголика, у нас растут дети, любой алкоголик несет определенную опасность, как потенциальный преступник, он, по большому счету, не отвечает за то, что за свои действия отягчающим или неотягчающим фактом является его состояние. Дело в том, что вот я лет 10 назад написал такую вещь в своей статье, что борьба с бедностью в России идет естественным путем. Да, Россия не препятствует, государственная власть не препятствует развитию пороков, может быть, так, как должны бы они были препятствовать. Но дело в том, что западный мир пытается работать в этом плане более всеобъемлюще, а картина одна и та же. Объем потребления в России на душу населения уже официально признан равен объему потребления в достаточно развитом Евросоюзе, если перевести все на спирт. А дальше начинаются сплошные отличия. Культура потребления, то, о чем мы говорим. У нас все-таки кухонно-уличная культура потребления. На Западе в основном бары, кафе, рестораны. Ну, разницы-то никакой нет. По результату разницы-то никакой нет. По результату да, но она у нас бескультурная алкоголизация, поэтому она так бросается в глаза, поэтому мы видим пьянь на улице, а причины-то гораздо глубже, ведь алкоголизм это избыточное потребление алкоголя на самом деле. Я думаю, что со мной наш третий участник согласится, поэтому переходя к алкоголизму, есть же какие-то причины конкретные. Слабость человеческого характера, персоналия конкретного, социально-экономические условия, в которых попала эта персоналия и теперь начинает спиваться. То есть, ну не просто же так, да, у нас пили с горя, пили с радости, но если вот историческую справку, на самом деле ведь общество трезвости и тотальное, ну я не беру там петровские времена, я их не помню, поскольку не жил, а вот более близкие, в 61-м году, в 861-м, из рабства было отпущено 20 миллионов человек, без земли, как мы помним. Все население России 60 миллионов. Основная масса этого крестьянства начала безбожно и беспробудно пьянствовать, присоединившись к той части населения, которая, не будучи рабами, пила. В результате и началась вот это вот мощнейшее трезвенническое, ну мощнейшее трезвенническое антиалкогольное движение. Оно и развитие получило как раз вот 60-е, 70-е, 80-е годы 19-го века. И сухой закон, я не думаю, что дело в том, что ведь у нас же без конца считают, что Россия вообще была бесконечно трезвой, там чуть ли там не 3-4 литра спирта на душу населения. Ну в общем так и было. Вроде бы в этом случае теряется смысл, а зачем же тогда сухой-то закон, если пили так мало? Приведу очень маленький пример. На самом деле очень много закрытой статистики, но вы прекрасно знаете, что весь пролетариат, господи, из 130 миллионов населения в 2013 году было 2 миллиона человек. Поэтому основная масса жила на селе. Никакой статистики по потреблению на селе алкоголя не было, нет. Поэтому, на мой взгляд, сегодня Россия пьет не больше, чем до 2013 года, на самом деле. А вы знаете, есть такая статистика косвенная, на самом деле. Если вы посмотрите, сколько было детей в семьях, там было 5-6 человек. Много, много. У меня и семей, и бабушки, и дедушки по 13, 14, 15, вот братьев-тестьев. А если посмотреть на связь, скажем так, к уровню потребления алкоголя на душу населения и рождаемости, то получается некоторая противоречия. Именно, что пили-то вообще мало, если вообще не пили. Вы знаете, есть официальная статистика, что дети начинали употреблять алкоголь в царское, именно в царское время. Официальная статистика. С 11-12 лет. Она опубликовалась, эта статистика. У нас очень много закрытого. Но это попадает в печать даже. На самом деле в печать попадает все сейчас, и закрытости нет никаких. У нас, знаете ли, в Бельгии до сих пор в качестве столового напитка там однопроцентное пиво в школах. Да, 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 согласен. К примеру. Что касается истории, тут я рубиться особо не буду, но я вам скажу так, что противоалкогольные бунты в России с 1832-1838 года были просто противоалкогольные. Я думаю, что здесь слишком пафоса много в этом. Ну какой бунт? Это ерунда на самом деле. Нет, на самом деле резали Винокуров. Вот примерно как это было. Кровь слилась. Да нет, ну не надо. Ну что вы рассказываете? Вообще-то это историческая правда. Я думаю, в течение 3 человека тоже, так сказать, СМИ пиарят его, бог знает как. Ну что это? Ну как? Давайте уж реально. Вообще-то Винокуров еще секли и резали, да, есть такое дело. Это единичные службы. Ну как единичные? Ну да, ну единичные, да Господь с этим. Мы же говорим, что нам сейчас делать, понимаете? Вот я о сухом законе говорю, как доктор, который имеет некую гражданскую позицию. И сухой закон, это как карантин, который при особо опасной инфекции, его как бы принятие, если мы хотим сохраниться, оно не сегодня, завтра будет совершенно очевидным. Но вот что мы можем сделать сегодня? Ведь если мы начинаем с того, что алкогольная болезнь хроническая, прогрессирующая, неизлечимая, вне зависимости того, легальную ты пьешь, нелегальную, с медалями ты пьешь вино или без медалей, она же вроде как неизлечимая. Но мы можем человека привести в чувство, ведь вот можем, но голову лечить, дело в том, что дорого, понимаете? И тут мы начать должны с того, что представьте себе, не наказать алкоголиков, а защитить их. Ведь они же люди немощные, они лишаются собственности, недвижимости, их вводят во всякие лукавые мошеннические дела. Ограничить их дееспособность каким-то образом. Ведь все эти меры ведомы, они применялись, они имели свой результат. Они работают? И в мире не работают почему-то? Нет, много чего не работает. Если делать, то все работает. Понимаете, как тут подлежать камеру. Вадим, Вадим, вопрос можно? А сколько государство в год снимает с акцизов? Ну смотрите, вот за последние, скажем так, 4-5 лет оно удвоило сбор. В прошлом году, палец о палец не ударив, государство получило с алкоголя 250 миллиардов рублей. Это может быть, ну не бог весть, какие деньги. Но просто существует еще миф о том, что Советский Союз чуть ли не на алкоголе держался. Да это мы уже проходили в прошлой программе. В советское время это было 5% от бюджета. Не было, так сказать, вот такого основополагающего. Так почему же тогда просто не запретить алкоголь и все? Да нет, его смысла нет запрещать. Почему? На самом деле есть мировой опыт и есть советский опыт. Все запреты ведут к росту потребления суррогатов. Увы, это не я придумал. Ну смотрите, суррогаты, они откуда берутся? Готовят население и промышленное... А вы помните, как Сталин с этим покончил за 2 месяца практически? Да нет, не покончил он с этим. Очень быстро. Были меры, штрафовали, сажали и в 50, чтобы память не изменять, в 54 году все отменили, потому что не работало. У нас за самогоноварение оказалось... А вы знаете, почему их отменили? А вы знаете, почему их отменили в 54 году? А потому что Сталин умер в 53 году? А потому что у нас посадки начались такие, что бессмысленно, то есть поняли, что бессмысленно сажать за эту статью. Почему? Сотни тысяч человек были просто осуждаемы и не останавливало процесс. Вы знаете, почему, кстати, отменили в 54 году сухой закон? По одной простой причине. Сотни тысяч конфисковывалось самогонных аппаратов каждый год. Не, ну, Вадим, ну понятно, вы работаете в этой индустрии, вам не хочется остаться без работы. Я объясняю, что это гораздо серьезнее. Все гораздо серьезнее. Есть, и я считаю, что на генетическом типе есть тяга к алкоголю или к алкоголеподобным веществам у людей. Это безусловно. А мы сейчас у врача спросим. Ну, доктор вам скажет так, что, по-видимому, нечто такое есть, что заставляет получить, так сказать, какое-то такое дешевое беззатратное удовольствие. Конечно, есть. Но это не есть, я думаю, алкоголь. Это не неизбежность, понимаете? Вот популяция алкоголиков, она всегда была. То больше, то меньше, понимаете? Но она была всегда, так же, как и популяция наркоманов. Но нынешнее время, когда эта популяция касается всего населения в целом, это же ведь беда. Это, понимаете, не то, что угроза национальной безопасности. Это химическое оружие. Я не хочу говорить как политика, я хочу говорить как врач. Ведь мы им дело с обществом, которое вполне себе безумно, понимаете? И какие-то нет пророков в своем отечестве, ничего, я тут людей особо так не научу. Но кто-нибудь, кто-нибудь, да ведь услышит, что пора как-то остановиться. Я хочу сказать, что это не предмет взять себя в руки. Это не предмет изменить, там, скажем, суррогатный какой-то напиток на легальный напиток. Это предмет лечения, трезвения и неких таких усилий. И никакой такой, понимаете, бессмысленности борьбы с алкоголизацией я не чувствую. Наоборот, огромное количество смыслов. И главное из них – оздоровление психическое. Без отказа от алкоголя, без значительных ограничений в его употреблении мы ничего не сделаем. Ну что там, было 50 метров от школы, стало 100, но это не ограничение, понимаете. Это вот какие-то палеотивы, палеотивы совершенно непонятные такие, неработающие. А жесткие ограничения, ну они помогут, понимаете. Хоть там половина или треть людей не напьется, не зарежет друг друга. Олег, мы вернемся после перерыва. И, Андрей Николаевич, пожалуйста, оставайтесь на линии, мы вас выслушаем в новом эфире. Мы снова в эфире, программа «Парадокс». Я иду с Степаном Димура. У нас есть телефонный звонок. Добрый день. Добрый день. Да-да, вы в эфире, говорите. Мне просто всегда умиляют эти танцы с бубнами, которые различные ведомства начинают тогда, когда дело касается их собственных заработков. Дело все в том, что можно посмотреть на ту статистику, которую мы все не любим, но которой пользуемся. Такая статистика, ну, я считаю, наиболее приемлемая, это тогда, когда дело касается переписи населения. Так вот, мы смотрим. Беларусь за последнюю перепись населения дала минус 660 тысяч. Украина за последнюю переписи населения дала минус 3,2 миллиона. Россия по разным источникам минус 2,2, статистика минус 3,2, статистика Минздрава. И Казахстан одновременно за тот же самый период времени плюс 1 миллион. По статистике, Казахстан пьет ничуть не меньше, чем Россия. То есть, я вижу, что причины ни в курении, как Казахстан точно так же курится, как и здесь, ни в пьянстве не просматриваются. Мало того, заболеваемость в детском возрасте, в сердечно-сосудистых, на которые тыкают как борцы с курением, так и борцы с алкоголизмом, растет. Вот я, например, смотрю на открытый сайт Тульского Роспотребнадзора. Плюс 160% по заболеваемости сердечно-сосудистым у детей. Но дети же, в общем-то, не пьют и не курят. Поэтому я считаю, что это большое лукавство, и причины лежат в другой плоскости. А я вам тоже статистику сейчас приведу. Вы знаете, что население Америки от переписи, с Женом Шиатов, от переписи к переписи растет гигантскими темпами. Хотя алкоголь они пожирают не меньше, чем нас, не меньше, чем мы. И какой вывод отсюда может сделать, что алкоголь есть ни при чем? Нет, вывод можно сделать простой. То татаро-монгольское иго, которое нас в свое время постигло, оставило в нашем генотипе определенную предрасположенность к алкоголизации. А вопрос к вам можно задать? А вы уверены, что было татаро-монгольское иго? Откуда вы эту информацию взяли? Ну, я просто смотрю на наших чукчей, венков и так далее. А кровосмешение на совмещенных территориях, оно всегда имеет... Вы знаете, я вам сейчас еще один такой пример приведу. Наверное, вас он заставит задуматься, причем сильно. Вы знаете, есть такая группа, называется. В генной инженерии используются везде такие вещи. Гаплогруппа называется. Так вот, гаплогруппа, дай бог памяти, R1, A1. Да, она так называется. Это так называемая славянская гаплогруппа. Она передается только по отцовской линии. Почему-то, почему-то на Урале этой гаплогруппой обладает 70% мужчин. В средней полосе, в центральном районе России обладает где-то 65%. И чем дальше на запад, тем все меньше и меньше. Вопрос. Если у нас было татаро-монгольское иго, как нам пишут и рассказывают великие историки, то, наверное, процент этой гаплогруппы должен был быть значительно меньше. Поэтому все эти рассуждения о том, что от Чукчи или там кого-то нам передалось тяга к алкоголю, ну, на мой взгляд, просто не подтверждаются данными. Понимаете, у Графинской она в большом количестве присутствует на территории Европы. Понимаете, у Графинской это еще одна фишка, сказка. У них та же самая гаплогруппа, что и у нас. Поэтому у Графинской вещи, понимаете, я понимаю, что вы где-то что-то прочитали, вам это показалось вполне логичным, и вы попытались сделать какие-то заключения. Понимаете, они могут быть правильными, но наталкиваются на некоторые очень интересные вещи. Нет, заключения одни. Есть в человеке предрасположенность или ее нет? Нет. Вопрос там, откуда это пришло, это отдельный вопрос. Я тут на самом деле хочу вмешаться. Давайте врача послушаем. Я хочу сказать, что когда дело касается вопроса о чистоте крови, это вообще совершенно бесконечный и бесплодный совершенно разговор. Нам достаточно понимать, что да, есть ли расовая предрасположенность к скорости формирования алкоголизма? Да, есть. У некоторых народов она быстрее, у некоторых медленнее, у некоторых еще медленнее. Но не стать алкоголиком при системном употреблении алкоголя невозможно. Понимаете, любой человек с той или иной скоростью при системном употреблении алкоголя становится этим алкоголиком. Всемирная организация здравоохранения нам даже посчитала в среднем, вне зависимости от какого цвета у тебя кожа и какой у тебя разрез глаз, она посчитала, что во взрослом состоянии начав пить, не более 50 грамм абсолютного алкоголя, это безопасно. Все остальное несет опасность. А традиции, взгляды на Европу, на Азию, нам же это, конечно, интересно, мы с уважением к этому относимся. Но что происходит рядом с нами? Например, в Белоруссии там программа государственная принята по борьбе с пьянством, алкоголизмом и его последствиями. Это государственная программа, рассчитанная на 5 лет с 2011 по 2015 год. В соседнем Казахстане то же самое происходит. В Татарстане, в которой Россия, там замечательно ведется работа по усилению, по усилению не то чтобы борьбы, а с последствиями опять-таки борются, борются, принимают современные методики, коих не так много в лечении этой болезни. Понимаете, ведь что нам надо сделать для того, чтобы человека от этого избавить? Не лишить его алкоголя, а представьте себе простую совершенно вещь. Вот этот нас бывший пьющий человек сидит, и вот он алкоголю, а он его не пьет. Не потому что он заколдован, не потому что ему что-то внушили. Он вдруг провел какое-то время трезвым, привык к трезвому при помощи лекарств, при помощи психотерапевтических методик, при помощи собственной воли и с Божьей помощью. И он вот не пьет, когда это есть вокруг. Вот цель единственная, возможная, которая позволит нам говорить об оздоровлении нас всех поодиночке, как народа вместе. Вот та цель, которую мы можем потихонечку каждый для себя сделать, не отмахиваясь от этого, потому что законы природы, друзья мои, неотменимы, они на всех на нас действуют, понимаете? Я ли это буду, там, понимающий, как это устроено изнутри? Человек, не понимающий, системно пьющий человек, всегда, всегда станет, к сожалению, алкоголиком. Помнить надо про это и, ну, как-то опасаться, а к себе относиться, относиться с уважением и чистотой. Еще раз вам напомню, что лет 200 всему тому назад, знаете, что научились делать? Руки мыть перед принятием родов. И материнская смертность уменьшилась в десятки раз. 200 лет всего прошло с этого замечательного открытия. Может быть, чуть больше. Ну, вот как-то вот попробуем вот не пить, понимаете? И мозги свои сохранить в какой-то вот чистоте. Если трудно самому, ну, надо к доктору идти по-другому как, понимаете? По-другому как. Некоторое время, да, было общественное мнение значимо, было стыдно было быть пьяным, понимаете? Невозможно было там, клялись перед Богом и людьми, отказывались от алкоголя, какие-то другие формы наказания. Сейчас общественное мнение, ну, какое-то оно такое несколько искусственное, невлияющее, понимаете? И здесь тут важна очень прямая медицинская помощь, потому что, кроме того, что это алкоголизм, социально видимое зло, это психическая болезнь без всяких реверансов в ее сторону и исторических заблуждений. Психическая болезнь, которая требует зачастую неотложенных мер медицинского характера, иногда даже недобровольных. Илья, у нас телефон звонок. Илья, добрый день. Здравствуйте. Ну, мне кажется, вы как-то не о том начали говорить, потому что билет в кино стоит 300 рублей, а бутылка водки – 170. Вот. Бутылки очень хватает на троих. А билет в кино только на одного. Вот и вся история. Человек не будет там в кино ходить, в фитнес-центр ходить. Он будет пить. Это самое простое, доступное развлечение для людей. Мы как раз говорим о том, чтобы этого развлечения людей лишить, а некоторые говорят о том, что ничего не получится. Ну, а что вы с заменом дадите? Что вы с заменом дадите? Они сами найдут. Они сами найдут. Вряд ли. Нет, кто-то, конечно, не найдет. Кто-то не найдет. Всегда была черни, всегда были там, скажем, аристократы духа. Всегда были подвижники, рядом с ними селились разбойниками. Ну, человеки разные. Что там говорить? В чем мы будем ориентироваться на тех, кто вместо того, чтобы сходить в кино, выпьет водку? Это на определенном моменте, конечно, употребление алкоголя, это развлечение, время препорождения, а потом становится страшной болезнью. Понимаете, он про кино и не вспомнит. Вот мы о чем говорим. Не, ну просто еще, понимаете, контраргумент против этого. А предположим, водка будет стоить тысячу рублей, или ее вообще не достать. И сколько человек пойдет в кино, вместо того, чтобы пить водку? Это не аргумент. Или наркотики принимать? Ну, как не аргумент? Хорошо, хорошо. Потом вот даже говорите, как с маленькими детьми. Как с маленькими детьми. Мы знаем, как лучше. Да нет, все знают, как лучше. Мы не знаем, как лучше. Мы обсуждаем. Причем, если мы знаем. Ну, все знают, как лучше. Все знают, что лучше быть трезвым, чем пьяным. Правильно. Но других вариантов у людей нет. У него зарплата там 9 тысяч. А вы знаете, а вы знаете. Большой театр не пойдет. А при чем он пойдет в Большой театр? А если он будет... Вы думаете, что если он не бросит пить, у него зарплата не вырастет? Не вырастет? Или он не станет смотреть вокруг себя и поймет, а почему у меня такая зарплата? Нет? Вам так не кажется? Ну, да. Но в этом есть. А самое страшное, что не приведи Господь. Не приведи Господь. А когда он поймет, почему такая зарплата? Вы знаете, что будет происходить. И все будет станет нормально. Ну, будет тяжело потом стать нормально. Не приведи Господь, он пойдет на выборы. Я вот о чем говорю. Ну, а вы не собираетесь? Я бы за вас тоже проголосовал. Ой, вы знаете, у меня двое детей. Пока что можно очень сильно попасть. У меня тоже. У меня тоже. Я по поводу экономической составляющей скажу. Дело ведь не в том, что человек что-то там пропивает. Хотя жалко там этих денег. Дело в том, что пьющий человек не в состоянии заработать. Вот в чем дело. Вот в чем опасность. Водка там 170 рублей стоит или 200. Это же не важно. Это как хлеб. Она практически сравнялась в этой цене. Недорого она стоит. Но человек потом не способен долгое время никем стать. Вот в чем дело. Он не способен расти ни в каком смысле. И тут мы не обвиняем, что люди плохи. Но обстоятельства так сложились, да. Теперь что мы будем делать с этим обстоятельством? Об ограничениях возможных мы сказали. Это как бы государева задача. И дума на то и есть, чтобы думать по этому поводу. И думает она, слава тебе Господи, не забыла. А в оперативном смысле, ну, к доктору опять, к доктору надо идти и обращаться на что сказать. Беда, попал, схожу с ума, не могу с этим расстаться. Быстро все нагонится. Ведь люди пьющие, они думают, что вот сколько времени зря потратили. И то не сделал, и все не сделал. И чтобы эту думу не думать, опять прикладываются к бутылке. Все наверстается. Если нет признаков необратимости. Потому что ведь добираемся до необратимых признаков, когда человек вроде как жив, но кроме как в камеру хранения его сдавать некуда уже. Понимаете, до чего мы добрались-то? А что это за признаки? Признаки-то, признаки простые на самом деле. Это не только долговременная невозможность решать новые задачи новыми способами. Это разрушение памяти. Это расстройство. Я не хочу вдаваться в дебри медицинской, так сказать, терминологии. Ну, примерно... Но люди могут отгуглить, что-нибудь есть, чтобы померить как пульс. Ну, вот буквально это похоже, так сказать, на псевдопаралич. Вот так это называется в медицине. Понимаете, когда взрослый человек вдруг начинает как-то необычно фантазировать, приписывать себе какие-то подвиги, понимаете, необычные, говорить о собственной великости. То, что в просторечии похоже на манию величия. Какая-то безудержанная лживость. Это, как правило, признаки неких таких уже необратимости. Понимаете, оттуда не возвращаются. Вот это да. Вот смотрите, анализируйте теперь выступления разных людей. Ну, на самом деле, как начинают припоминать военные... Я думаю, алкоголики нас не слышат. А не факт, может, и слышат. Ну, кто-то и услышит, может быть. Потому что всегда есть человек, который вдруг неожиданно припомнит какие-то военные подвиги, понимаете. Или какие-то гангстерские, да. Всегда бывает. И вдруг это превращается в то, что смотришь уже, ага, дело далеко зашло. Это алкоголизм. Это вовсе не ложь, а это вот такой симптом психической особой деятельности. Ну, до этого просто дожидаться. Не надо расставаться с алкоголем. Все, что туда ходить. Там ведомые пути, понимаете. Там безумие, ничего такого замечательного там нет. Да, интересно. Хорошо. Оставайтесь с нами, Роман и Дмитрий. Мы еще примем ваши звонки в следующем сегменте передачи. Добрый день. Мы снова в эфире. У нас в гостях Олег Пархоменко, психиатр-нарколог, ведущий врач клиники РОСА. И Вадим Дробис, директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя. Пару слов можно вставить? Алкоголизация, как правило, у них там в трех направлениях. То есть, как они его рассматривают, ну, исходя из внешнего взгляда. Первое, социально-экономические условия, конечно, в стране тех групп населения, которые предрасположены к алкоголизации. Второе, это воспитательные меры, там коллективные, индивидуальные. И третье, это ограничительно-запретительные меры. По большому счету, вот ограничительно-запретительными мерами они уже все, что можно было, ну, их использовали, включая шведов, финнов и прочие страны, где все строго, пить меньше не стали. Реально. Часть ушло потребление в тень, ну, там по разным путям. Социально-экономические условия они по большому счету выбрали. Мы пока еще далеко от выбора, в общем-то, максимума социального условия этих. У нас низкие зарплаты, уровень жизни и так далее, и так далее. Но на самом деле, вот сейчас западный мир пришел, это и Америка, и Великобритания, и целый ряд других стран развитых, к индивидуальному и воспитательной работе. Вот это они сейчас считают самым главным. И, в принципе, они там, ну, поняв, что, в принципе, трезвость абсолютная нереальна, или, скажем так, реально в единичных случаях, или в очень узком кругу населения. Основная масса все-таки тяготеет к употреблению, и вот его хотя бы перевести на умеренное потребление. Вот так обстоит, в общем-то, на Западе. У нас есть, и там, по большому счету, сегодня нет никаких, ну, резервов для снижения алкоголизации. Там алкоголизация нарастает. Я не беру там число заболеваний. Алкоголизация – это все-таки уровень потребления на душу населения, прежде всего, а не количество заболевших алкоголизмом. И вот там как раз на сегодняшний день рост, который во многом обеспечивает развивающийся кризис социально-экономический, там это продолжается. У нас же есть в России относительно вот западных стран, развитых, как раз вот эти вот резервы. Прежде всего, социально-экономический, то есть будет на расселение жить лучше, есть уверенность, что оно будет меньше пить. Не будет оно жить лучше. Или, по крайней мере, пить более качественный алкоголь, который меньше вред, все-таки, чем суррогаты дает. Вадим, ну давайте не будем про качественный алкоголь. Ну чем он может травануться? Метанольчиком и все, не более чем. Ну подождите, у нас треть рынка крепкого алкоголя – это технический спирт. Ну и что теперь? Да нет, я не говорю, что что-то. Да жутят, жутят невозможно. Алкоголь, который, так сказать, в подполье производится, условно говоря, не на тех же самых... Да не поможет это. Ну при чем здесь алкоголь? Ну чем может травануться? Метанолом, правильно? Вадим, 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 позвольте я вам приведу один пример, который, в общем-то, покажет, ну не то, что не состоялись вашего аргумента, а не полноту. Не согласен. Вот я вам сейчас пример просто приведу, и вы поймете, о чем я говорю. Вот индейцы, американские индейцы, живут в резервациях. Да. Каких-то больших, каких-то маленьких. По-моему, с 60-х, середины 60-х годов на резервациях ввели сухой закон. Было. Что значит было? Он и сейчас там есть. И никто там не пьет. А знаете почему? Потому что они ввели режим так называемой нулевой терпимости. И, пардон, что там делают с людьми, и как их конфискуют. Все, кто туда пытается завести алкоголь, вот это надо изучать. А вы говорите, что сухой закон не работает. Я бы увидел, как в Америке это происходит. Видел я и как в Австралии аборигенам запрещают употреблять. Вот. Так почему же вы говорите, ничего, в Америке, в анализировациях никто пьяным не ходит. Наркотую, да. Я говорю про Австралию. А я говорю про Америку. А что это аборигены все время пьяные? Прекрасно, там все работает на резервации. А можно я про Россию скажу? Мы все-таки не в Америке и не в Австралии. Беда-то у нас здесь, у нас в доме происходит. Но я без особой драматизации, уж все аргументы в пользу, так сказать, трагедии мы сказали. Сказали, давайте постараемся как бы завершать это в оптимистических тонах. Ведь, заметьте, что насильно-то никому не вливают особо. Ни суррогаты, ни технический спирт, ни элитный алкоголь. Все, в общем-то, саморукотворно возгораются. Посему, дело-то не в том, какое количество и сколько алкоголя. А дело в том, что минимальная должна быть алкоголизация. Кто б спорил с тем, что пьющие люди были всегда и будут они. Но в таком количестве, как сейчас, только меры такого карантинного принудительного характера. У нас альтернативы нет. У нас альтернативы нет. У нас почему так с недоверием относимся к нашему собственному замечательному народу? У нас замечательная история. Мы два раза Берлин брали, несмотря на все, так сказать, понимаете. И Париж брали, много чего брали. И Париж брали, да. И победим мы пьянство. Это нам бы усилия приложить, понимаете. И обязательно все это у нас будет замечательно. И есть способы, главное, но они дороги. Вот когда вы говорите, считаете деньги. И я, опять-таки, не финансист и не экономист. Но вот есть такая русская пословица, знаете. На рубль греха копеечную свечечку, понимаете. Ну, медицина-то у нас в основном государева. Вот, слава богу, там люди есть, которые могут там заплатить. Лечение головы дорого, понимаете. Вот требует поддержки государственного, государственное само событие лечения. Вот будет сдвиг обязательно. Помочь надо людям. Помочь защитить. Можно маленький пример? Конечно. Вот сейчас у нас тотально закрывается на селе легальная розничная торговля. Закрывается магазин. Кажется, население должно обрадоваться и бросить пить. Вместо этого открываются три торговые точки, потому что это не снижает потребность населения в алкоголе или его заменителей. Уничтожить эти торговые точки люди, ну, кто-то уже гонит самогон, кто-то гнал все эти годы. То есть очень активно развивается сейчас самогоноварение. Я с вами согласен, что надо как-то с этим бороться. Запретами, ограничениями мы в рыночных условиях живем. Не получится. Не получилось ни в Швеции, ни в Финляндии. На резервациях так получилось. А у нас получится обязательно. А у нас не получится. На резервациях-то получилось. Да ну это, ну сколько там сейчас индейцев живет? Такая разница. Там гораздо важнее, что если там и получилось, то скорее всего не от этого запрета. Вы же прекрасно понимаете, невозможно не завести, если есть потребность населения. Да нет, послушайте, да нет потребности населения. Что вы из русских алкашей делаете? Нет потребности. Я-то их не делаю. У нас 100 миллионов человек потребляет алкоголь. Вадим, Вадим, давайте, я понял, во что. Давайте послушаем вопросы. Да, Андрей. Алло. Да-да, Андрей, вы в эфире. Не Андрей, во-первых, а Роман. Извините. Москва, значит, существует такое литературное произведение «Хищные вещи века» Стругацких. Вот там эта проблема, она прекрасно вся описана. Алкоголизация, наркомания, она очень небольшая, читается великолепно, да? Ни склонность определенного населения к алкоголизации, ни запреты, ни уровень жизни на это не влияют. Влияет на это отсутствие перспектив у населения. Там описано очень такое преуспевающее общество в материальном плане, где керосит, наркоманят поголовно все. Потому что у этого общества абсолютно отсутствует перспектива развития. И люди просто не видят, зачем, собственно говоря, жить. Лучше удовольствие получать прямо сейчас. Тем более, включаешь телевизор, там говорят, получай удовольствие, получай удовольствие. А перспективы вышибаются. Вот и все. Ну, на самом деле, опять-таки, не все так пессимистично. Почему? Нет перспектив. Что значит? Ну, например, у русского человека есть перспектива спасения души и смысл жизни. Как спастись пьющему? Никак. Ну, примерно вот так вот. Значит, во-первых, вы не можете отвечать, спасется пьющий или не пьющий. Вы же не Господь Бог. Ну, нет, конечно. А, ну так вот. Тогда мы на это... А там апостол Павел, так сказать, правило свое установил, да? А у апостола Павла свое, у апостола Петра свое, понимаете, правил там много, да? А смотрите, тогда у вас получается аргумент такой циклический. Смотрите. Если нет перспектив, я пью. Если пью, то перспектив нет и не будет. Правильно? Нет, нет, ничего подобного. Я знаю, кстати говоря, глубоко пьющих очень... Нет, нет, давайте без примера глубоко пьющих, мелко пьющих. Вот ваш аргумент. Нет перспектив, я пью. Но если ты пьешь, у тебя нет перспектив. Значит, где-то этот круг надо разрывать. Естественно, нужно давать перспективы. Подождите, а что, человек такой тупой, что он не может сам взять себе перспективу? Вот этого я не понимаю. Или сам их наметить, да. Значит, русские, естественно, слава богу, не такие тупые, как индейцы в резервациях, да? А вы знаете, на самом деле, это не факт. Все люди одинаковые более-менее. Вот. И, естественно, перспектива эта назревает в народе. Она назревает. Вот. И как только будет экстремальная ситуация, ни одна общность в экстремальной ситуации не спивается, да? То есть, когда идет какой-то рост, идет какой-то, когда появляется какая-то перспектива, боевые действия, да? Пить мало кто пьет. Понятно, что спасти нацию, нужно начать войну. Да, я понял. Хорошо. Следующий телефонный звонок. Да-да. Алло. Алло. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Андрей. Добрый день. Добрый день. В эфире. Да, здравствуйте. Меня слышно теперь? Да, хорошо слышно. А мне 30 лет, я отказался от употребления алкоголя полностью. Вот. И хотел вот немножко так, к сравнению, высказать. Вообще, по отношению звонка в эфир, они сами показательны. Во-первых, основная масса просто говорит, что люди пытаются оправдать свою собственную слабость и, скажем так, нежелание изменить что-то в своей жизни, а, соответственно, в этом мире. То есть, психология жертв. Отсюда вся эта оправдательная риторика, мифы. Всегда так было. Генетическая предрасположенность. Нужно получать удовольствие. Ну, и прочее оправдание. Совершенно согласен. Замечательно. Ну, это вот первое. А во-вторых, алкоголь – это вид наркотика. Просто он облагается налогами. Ну, официально, по крайней мере. Вот. И, то есть, его надо именно воспринимать как наркотик. От природы все люди являются презвыми. Правильно. Логично. А алкоголь не нуждаются. Почему тогда, извините, вас перебиваю, тогда сразу задает вопрос. Почему наркота запрещена, а алкоголь разрешен? Ну, у вас алкоголь платят налоги. Правильно. Вот. Еще такой нюанс. И вот, грубо говоря, человек не пьет, не пьет, а потом начинается. Все эти культурно, по праздникам. Хороший алкоголь, да. Да, плохой. И вот, я, то есть, это называю главные слоганы наркодилеров. То есть, наркодилер же говорит как, один раз можно попробовать. Ну, да. И в итоге, действительно, кто-то один раз попробовал и спрыгнул. А много кто не спрыгнул. Да. То есть, с алкоголем то же самое. Абсолютно. Его надо просто запрещать. Да. Я с этим абсолютно с вами согласен. Ну, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Но я надеюсь, что вы для себя, хотя бы если 5% задумаются о том, что такое алкоголизм, и есть ли он у них и бросит петь, я думаю, что это будет прекрасный результат для нашей программы. С вашего позволения, как сказал один мой пациент, сподобил Господь стать алкоголиком, чтобы понять, как хорошо быть трезвым. Вот на такой вот оприимистической ноте спасибо, Степан Геннадьевич. Да, поэтому еще раз говорю, 5% я думаю, будет очень хороший результат, потому что эти 5%, вот как последний звонящий, могут повлиять на остальных, и глядишь, действительно бросим пить. Ну, что ж, на этом у нас все. Удачи!